Дюна Усика. Александр Зубченко на версии Ком. Сходил на Дюну, почитал новостную ленту про Усика и забылся беспокойным сном. Всю ночь мучили кошмары с криком «Нет! Блин!» Проснулся. Пророческий кошмар. Наскоро пишу, пока не забыл. Короче, дело было так. Демократы вели войска на Арахис, чтобы добывать там галлюциногенные пряности из мака, растущего в пустыне. Местный Талибан был страшно недоволен, поскольку жил предвкушением цветной революции, возглавить которую должен был и Хьющенко из дома от Ребьес. Но тут Усик раздел под арахис ментального брата Украины Джошу Юэй. Сам бы и не снился. Меня сразу закинуло к началу второго тура. Усик против Зеленского. Усик президента везде понатыкал ворды или Зе, или Путин. Помню, дебаты были на стадионе, и кто-то отказался сдавать мачу. Мобилизация электората была просто чудовищной. На избирательном участке тащились с костылями. Ковидные больные сбегали из больниц, чтобы отдать свой голос Усику. Тот почти не светился в СМИ, которые освещали лишь перманентные покушения на различных членов Зе команды. Наиболее запомнилось зверское нападение с участием кремлевского дрона, вооруженного крупнокалиберным пулеметом. Причем плюсам удалось добыть видеозапись с камеры машины убийцы и сделать сюжет в прайм-тайм. Вся страна орала. Левее! Блин, бери! Потом была сцена драки на мечах, сделанных из задних зубов афганских земляных червей. Меня всегда удивляло. Почему? Почему? Блин, такая любовь к холодному оружию. У людей есть космолеты размером с троещину. По комбинату пряностей они уничтожают лазером и какими-то сетевыми бомбами. Но друг друга кончают исключительно перочинными ножичками. Никто даже не подумает вынуть макаров и замочить всех короткой очередью. Ладно, звездные войны. Там хоть лазерные мечи. А в Дюне вообще каменный век в этом плане. Долбанное средневековье. И одеты в какие-то монашеские одеяния. Это даже в далекой вселенной точно соблюден расовый баланс. Представители БЛМ есть даже среди талибов арахиса. Понятное дело, все это я уже потом додумал. На кухне, когда холодную водичку лакал. А во сне за Усика проголосовали 73% избирателей, пришедших на выборы или от всей страны. И страна в эйфории стала ждать посадок Порошенко и Зеленского, а также установления мира. Ну что вы хотите, дурной сон, дурное бачить. Очень хорошо помню инаугурационную речь Усика. И я распускаю этот зеленый прогнивший парламент. На досрочных выборах Рады партия Усика. Парус. Всех порвало. 260 депутатов. Прошли боксеры, массажисты, легкоатлеты, специалисты по прыжкам в шестом и без. Бегунья могучих. Она, по-моему, номинировалась на нового спикера. Или на министра обороны, не помню точно. Постоянно возникали сцены сбора специй, которые нужны межгалактическим лоцманам, чтобы найти дорогу домой во вселенной. Без укурки они начинают блуждать. Помню, еще был блог Кличко и Усика. Типа Кусик. Или это уже на досрочных выборах Маракеева было. Неважно. Главное, что у людей появилась надежда в глазах. Они стали голубого цвета. Глаза или надежда в глазах голубого цвета. Все предвкушали нормальную жизнь со справедливым боксером, который одел Джош и Юэй Джошуа. Потом приснился саммит в нормандском формате, который проходил в Мюнхене. Вместо Меркель был какой-то незнакомый мужик. Вроде социал-демократ, правда, без ЦАКа. Анжела ко мне не снилось. Еще и Путин был в таежном костюме. А перед поездкой в Мюнхен парохоботы и лезели на боты вместе со Стерненко и национальным корпусом. Очертили Усику красные линии и пригрозили Штайнмайер Майданом. Саша еще весело поржал в фейсбуке по этому поводу. Потом провал. Мужики в грязных пижамах по песку бегают. Вертолеты, похожие на стрекоз, летают. Пальмы какие-то. Очнулся. Бац! Премьером назначили Виталия Кошабунина и почти весь состав правительства выходцы из Центра противодействия коррупции, включая трежды судимого подельника Виталия Шерембея. Я во сне пытаюсь крикнуть, Саша, какого? Ну этого. А не могу. Знаете, как бывает? Пытаешься убежать от падающего на голову кирпича, ноги становятся ватными, не слушается. Кирпич приближается, но не проснулся, а попал уже в продолжение сна. Сдаю экзамен на получение звания гражданина Украины. Новая инициатива прусского монобольшинства в Раде. Надо спеть минимум три бандеровские песни, гимн Украины и написать диктант на тему «Истоки возникновения великой нации в процессе противостояния с Путиным». Кто не сдал, сразу под санкции Совета справедливости и честного бокса при президенте Усике. Возглавляет его почему-то колечко. Экзаменаторами набрали работников колл-центра новой службы из Ивано-Франковской области. Они вообще никогда русского языка в своей жизни не слышали, поэтому абсолютно беспристрастны. И договориться с ними невозможно. Меня экзаменаторша сразу не взлюбила. Спрашивает, а скажи мне ватник полускрытый, какой европейской ориентацией была Леся Украинка? Даже во сне я вспомнил примерно 50 базовых направлений нетрадиционной ориентации, но запутался в их анальных тонкостях. Короче, провалился. Иду такой по району. А там всюду развешаны боксерские груши в рамках программы Усика. Греемся спортом. У всех какие-то значки лояльности на рукавах и в спине. Национальные боксерские дружины следят за общественным порядком. Чуть масочку приспустил сразу в торец. Пособник Путина. Антиваксер. Захожу в общественный туалет, а там значит транслирует единственный государственный канал бокс. И главная тема подготовка к встрече Усика и Байдена. Должен быть исторический прорыв и санкции против РФ. В этот момент на арахисе заиграла музыка. Нет, Эдбудинник сработал. Свыше упомянутым в начале материала криком и проснулся. Александр Зубченко. Дюна Усика.